Традицией Дня Города стал творческий бульвар. 120 площадок в этом году не просто развлекали зрителей, но и вовлекали в большую игру, где заданиями были факты про Чебоксары, а наградой — новые знакомства и знания. Космос, балет и даже кино, причем его не показывали, а снимали на творческом, и в кадр мог попасть каждый, чтобы остаться в истории столицы. На съемочной площадке декорации городские сталинки с аркой. Артисты — ребята из студии куча мала, родители и волонтеры. Все в черно-белом. Изображение в картине будет со старинным подцепью. Реквизит — старые вещи с бабушкиных антресоли и музеев. Поэтому в разгар съемок в кадр заходит Чебоксарте посмотреть, что тут интересного. На звуки вокруг артистам тоже не отвлекаться сложно. Напротив призывно играет духовой оркестр, под аккомпанемент которого танцует вальс победы. Идея, которая видала в воздухе, так получилось, что мы в Чебоксарах ее начали делать в 2015 году, и неожиданно она оказалась всероссийской. Для нас это момент благодарности. Кто-то говорит Бульвару спасибо за исполнившуюся мечту. Наша коллега-журналист и ведущая Татьяна Иванова много лет как зритель засматривалась на грациозных исполнительниц фламенко. А последние два года начала заниматься и вот дебютировала на творческом. Я нисколько не волнуюсь. Мне нравится. Моя мечта сбылась. Бульвар танцует, поет, играет на гусях под аккомпанемент белого рояля. Бульвар угощается сладостями и добрыми разговорами. Справа хоровод дружбы народов, слева зажигательная фламенко. Прямо театральная аллея, спектакли для ребят и родителей под открытым небом. Главная улица в день города становится на 4 часа пешеходной рекой. На импровизированных берегах вырастают площадки предприятий, ДК, художественных и музыкальных школ, творческих объединений и фестивалей. Островки науки и спорта, парков культуры и отдыха. Путешествия по реке Времени, когда город открывается с нового ракурса, для каждого зрителя проходят по своему маршруту. Кто-то просто смотрит по сторонам, а кто-то делает остановку, чтобы поговорить, уточнить, разглядеть мозаику праздничного дня. А еще узнать новые факты про столицу Чувашия. Ведь Чебоксары по праву претендуют на звание архитектурного памятника России. У нас 23 объекта федерального значения и охраняемые ЮНЕСКО в Веденский кафедральный собор. Город меняется, новое тоже гармонично вписывается в пространство. Вот и Стеллу кто-то из горожан сравнил с маяком над Людским морем. У творческого бульвара вновь получилось удивить, порадовать и быть настоящим местом притяжения. Анна Филиппова, Андрей Шоклев, Вести Чувашия.